всем привет заканчиваем мы сегодня главу 19 книги мифический человека месяц фредерика брукса ну и глава 19 у нас она называется так мифический человека месяц 20 лет спустя и тут две цитаты я не знаю другого способа судить о будущем как с помощью прошлого патрик генри и вторая опираясь на прошлое невозможно планировать будущее эдмунд берг ну и и и и и начнем и так для чего понадобилось юбилейное 20 издание точнее не 20 а это 19 вот и так центральный аргумент концептуальная целостность и архитекта концептуальная целостность чистый элегантный программный продукт должен представить своим пользователям согласованную идеальную модель приложения стратегия осуществления приложения и тактики пользовательских интерфейсов используемой при задании действий и параметров концептуальная целостность продукта восприятие пользователя является важнейшим фактором влияющим на простоту использования есть многочисленные примеры элегантных программных продуктов созданных одними или двумя людьми так делается большая часть чисто интеллектуальных продуктов таких как книги или музыкальное произведение однако во многих во многих промышленных областях процессы разработки продукта не могут осуществляться на основе столь простого подхода к концептуальной целостности конкуренция вынуждает к спешке во многих современных технологиях конечный продукт обладает большой сложностью и проектирование небрежно требует многих человека месяцев труда для программных продуктов характерны как сложность так и напряженность графика обусловленная конкуренции таким образом всякий достаточно большой или срочный продукт требующий усилий многих людей сталкивается со специфической трудностью результат должен концептуально согласовываться с разумом одиночного пользователя и в то же время проектироваться усилиями нескольких разумов как организовать проектирование чтобы достичь такой концептуальной целостности это центральный вопрос мч-м один из его тезисов гласит гласит что существуют качественные различия между управлением большими и маленькими программными проектами лишь в силу числа работающих над ними голов для достижения согласованности необходимы продуманные и даже героические действия архитектор с 4 по 6 главу я доказываю что самое важное это назначить одного человека архитектором продукта ответственным за все его стороны воспринимаемые пользователя архитектор формирует и имеет в своем владении общедоступную идеальную модель продукта с помощью которой пользователю будет объяснено его применение в ее состав входит подробное указание всех его функций и средств вызова и управления архитектор также действует в интересах пользователя при поиске компромисса между функциями техническими характеристиками размером стоимостью и выполнением графика работ выполнение этой задачи требует полной занятости и только в очень маленьких группах может быть совмещено с должностью руководителя архитектора можно сравнить с режиссером а менеджера с продюсером кинокартины отделение архитектуры от разработки и реализации чтобы сделать возможным осуществление архитектором своей главной задачи необходимо отделить архитектуру то есть определение продукта в восприятии пользователя от его разработки архитектура и разработка определяют четкую грань между разными частями задачи проектирования и по каждую сторону этой грани лежит большая работа рекурсивность архитектуры в очень больших проектах одному человеку не справиться со всей архитектурой даже если он избавлен от всех забот связанных с разработкой поэтому главный архитектор системы должен разбить целое на подсистемы границы подсистем должны быть проведены так чтобы интерфейсы между ними были минимальны и легче всего строго определяемы тогда у каждой части может быть свой архитектор подчиняющийся главному архитектору системы в отношении архитектуры очевидно при необходимости этот процесс долл может быть продолжен рекурсивно сегодня я убежден более чем когда-либо концептуальная целостность является важнейшим условием качества продукта наличие системного архитектора есть важный шаг в направлении концептуальной целостности эти принципы ни в коей мере не ограничиваются разработкой программного обеспечения а справедливы при проектировании любой сложной конструкции будь то компьютер, самолет, стратегическая оборонная инициатива или система глобальной навигации после преподавания в более чем 20 лабораториях разработки программного обеспечения я стал настаивать чтобы группы учащихся даже из четырех человек выбирали менеджера и отдельно архитектора распределение функций в таких маленьких группах может показаться настолько чрезмерным требованием но по моим наблюдениям это оправдано и способствует достижению успеха эффект трой системы функциональность и угадывание частоты проектирование для больших групп пользователей одним из последствий революции, произведенной персональными компьютерами является все возрастающее, по крайней мере, в области обработки деловых данных вытеснение заказных программ коробочными программными пакетами более того, стандартные программные пакеты продаются сотнями тысяч или даже миллионными экземпляров системные архитекторы программ поставляемых вместе с машиной всегда должны были создавать проект ориентированный на большую аморфную массу пользователей а не на отдельное определение приложения в одной компании теперь такая задача встает перед очень многими архитекторами парадокс состоит в том, что спроектировать инструмент общего назначения нежели специализированный гораздо труднее именно потому, что нужно придать вес различающимся потребностям разных пользователей в погоне за функциональностью архитектор инструмента общего назначения такого, например, как электронная таблица или текстовый редактор подвижен сильному соблазну перегрузить продукт функциями предельной полезности, ценой снижения производительности и даже простоты пользования в начале привлекательность предлагаемых возможностей кажется очевидной расплата производительностью становится очевидной лишь при системном тестировании утрата простоты использования коварно подкрадывается по мере того, как небольшими порциями добавляются новые функции а руководство пользователя все больше разбухает соблазн особенно велик в отношении долгоживущих массовых продуктов, развивающихся на протяжении ряда поколений миллионы покупателей требуют сотен новых возможностей всякая просьба свидетельствует о наличии спроса на рынке часто архитектор первоначальной системы уже ушел в поход за новой славой и архитектура оказалась в руках людей с меньшим опытом взвешенного представления общих интересов пользователей в недавней рецензии на Microsoft Word 6.0 сказано «Переполнен возможностями обновления замедлено перегруженностью» кроме того, Word 6 занимает много места и медленно работает с неудовольствием отмечается, что Word 6 занимает 4 мегабайта памяти и сообщается, что из-за богатых дополнительных функциональных возможностей даже Macintosh 2FX едва пригоден для выполнения Word 6.0 Определение группы пользователей Чем крутнее и морфнее группа предполагаемых пользователей тем более необходимо явно ее определить если вы намерены достичь концептуальной целостности у каждого члена группы проектировщиков наверняка есть неявный мысленный образ пользователя и все образы будут отличаться друг от друга поскольку представление архитектора о пользователе явно или подсознательно оказывает влияние на все архитектурные решения важно, чтобы команда проектировщиков пришла к единому общему образу для этого необходимо составить список признаков предлагаемых пользователей указав в нем первое, кто они такие второе, что им нужно третье, что, по их мнению, им нужно четвертое, чего они хотят Частоты Для любого программного продукта каждая характеристика пользователя представляет собой распределение со множеством возможных значений и соответствующими частотами Как архитектору получить эти частоты? Изучение этой слабоочерченной популяции представляется сомнительным и дорогостоящим занятием С годами я пришел к убеждению, что архитектор должен угадать или, если вам больше нравится, постулировать полный набор признаков и значений вместе с частотами для создания полного, явного и общего для всех описания группы пользователей Такая непривлекательная процедура имеет ряд полезных последствий Во-первых, при стремлении точно угадать частоты архитектор вынужден очень тщательно обдумать какова возможная группа пользователей Во-вторых, при фиксации частот возникает обсуждение полезное для всех участников и выявляющее различия в образах пользователя имеющихся у разных проектировщиков В-третьих, явное присвоение частот содействует пониманию того какие решения, какими свойствами группы пользователей обусловлены Даже такой неформальный анализ чувствительности приносит пользу Когда обнаруживается, что очень важные решения зависят от некоторых специфических предположений оказывается уместным получить более точные численные оценки Подводя итоги, установите предположительные признаки группы пользователей Гораздо лучше ошибаться, но выражаться ясно, чем выражаться туманно Как насчет эффекта второй системы? Один наблюдательный ученый заметил, что мифический человеком месяц рекомендовал на случай неудачи для всякой новой системы планировать поставку второй версии которая характеризуется как таящая, таящая наибольшая опасность Я вынужден был признать, что он меня поймал Противоречие скорее лингвистическое, чем реальное Вторая система, это вторая система, выпускаемая в развитии предыдущей с привлечением дополнительных функций и украшений Вторая система, это вторая попытка разработки первой выпускаемой системы Она разрабатывается в условиях всех ограничений, накладываемых графиком способностями и неведением, характерными для новых проектов ограничений, навязывающих дисциплину умеренности Триумф интерфейса WIMP Ну или по нашему WIMP Одним из наиболее впечатляющих явлений в программировании за последние 20 лет был триумф интерфейса, состоящего из окон, значков, меню и указателей То есть сокращенно это Windows, Icons, Menus, Pointers, WIMP Сегодня он настолько широко известен, что не требует описания Во-первых, эту идею представили публике Дуг Энглибард с группой коллег из Стэнфордского научно-исследовательского института на Объединенной компьютерной конференции Запада в 1968 году Оттуда идеи перекочевали в исследовательский центр Xerox в Пало-Альто где они реализовались на персональной рабочей станции Alto разработанной Бобом Тейлором с сотрудниками Их подхватил Стив Джобс для компьютера Apple Lisa слишком медленного для осуществления своих восхитительных концепций простоты использования Эти концепции Джобс затем воплотил в коммерческом успешном Apple Macintosh в 1985 году Позднее они были приняты в Microsoft Windows для IBM PC и его клона Мой пример будет базироваться на версии для Mac Концептуальная целостность через метафору WIMP является отличным примером пользовательского интерфейса обладающего концептуальной целостностью достигаемой принятием знакомой идеальной модели метафоры рабочего стола и ее тщательного последовательного развития для использования воплощения в компьютерной графике Например, из принятой метафоры непосредственно следует сложно осуществимое но правильное решение о перекрытии окон вместо расположения их одно рядом с другим Возможность менять размер и форму окон является последовательным расширением дающим пользователю новые возможности обеспечиваемые носителем компьютерной графикой У реальных бумаг на столе нельзя так же легко менять размер и форму Буксировка непосредственно вытекает из метафоры Выбор значков с помощью курсора является прямой аналогией захвата предмета рукой Значки и вложенные папки являются точными аналогами документов на столе, как и мусорная корзина Идеи вырезания, копирования и вставки точно имитируют операции, которые мы обычно осуществляем с документами на столе Следование метафоре столь буквально, а развитие ее столь последовательно, что пользователей и новичков решительно коробит, когда перетаскивание значка дискеты в мусорную корзину приводит к извлечению дискеты из дисковода Если бы интерфейс не был столь единообразно последовательным эта довольно неприятная непоследовательность так бы не раздражала В каких местах интерфейс ВИМП вынужден далеко отойти от метафоры рабочего стола? Наиболее заметны два отличия Меню и работа одной рукой На реальном рабочем столе с документами осуществляют действия, а не приказывают кому-то или чему-то осуществить их А когда кому-то дается указание совершить действие команда обычно не выбирается из списка а письменно или устно подается в виде глагола в повелительном наклонении Пожалуйста, подшейте это в папку или, пожалуйста, найдите предыдущие письма К сожалению, надежная интерпретация команд в свободном формате на английском языке, будь они в устном или письменном виде находится за пределами наших сегодняшних возможностей Поэтому проектировщики интерфейса на два шага отошли от непосредственных действий пользователя с документами Они мудро взяли имевшийся на обычном столе образец выбора команд отпечатанную сопроводиловку в которой пользователь производит выбор из ограниченного меню команд со стандартной семантикой Эту идею они превратили в горизонтальное меню с вертикально опускающимися под меню Подача команд и проблема двух курсоров Команды являются повелительными предложениями В них всегда есть глагол и обычно имеется прямое дополнение Для любого действия нужно задать глагол и существительное Метафора указания говорит, что для одновременного задания двух предметов нужно иметь на экране два разных курсора управляемых своими мышками Одной в правой руке, другой в левой В конце концов, на физическом столе мы обычно работаем обеими руками Мозг, конечно, приспособлен к действиям двумя руками Мы систематически используем обе руки при вводе с клавиатуры, езде на автомобиле, приготовлении пищи Увы, и одна мышь была большим достижением для изготовителей компьютеров Коммерческих систем, поддерживающих одновременные действия с двумя курсорами мыши, по одному для каждой руки нет Разработчики интерфейса смирились с реалиями и сделали проект для одной мыши Приняв синтаксическое соглашение, что первым отмечается существительное Затем указывают на глагол, пункт меню При этом в значительной мере утрачивается простота использования Когда я наблюдаю за пользователями, просматриваю видеозапись их действий или зарегистрированные компьютером перемещения курсора то всегда обращаю внимание на то, что одному курсору приходится выполнять работу двух Выбирать объект в окне на рабочем столе Выбирать глагол в меню Найти другой объект Или вновь отыскать прежний Снова опустить меню И выбрать глагол Курсор мечется взад-вперед от пространства данных к пространству меню Всякий раз теряя полезную информацию о том, где он находился в этом пространстве в прошлый раз В целом, неэффективный процесс Великолепное решение Даже если бы электроника и программы могли без труда работать одновременно с двумя активными курсорами остаются сложности с топологией пространства На рабочем столе в метафоре ВИМП в действительности есть пишущая машинка И в физическом пространстве реального стола необходимо поместить реальную клавиатуру Клавиатура плюс два коврика для мышей займут немалую часть пространства в пределах достигаемости рук Так почему бы проблему клавиатуры не обратить себе на пользу? Почему не использовать обе руки? Одной рукой задавая на клавиатуре глаголы А другой рукой выбирая существительные с помощью мыши Теперь курсор будет оставаться в пространстве данных И пользоваться тем, что последовательные существительные выбираются близко одно от другого Реальная эффективность, реально большие возможности пользователя Мощность функций или простота использования Однако при таком решении теряется то, что делает использование меню таким простым для новичков Меню представляет список альтернативных глаголов, допустимых в каждом конкретном состоянии Можно купить коробку, принести ее домой и начать работать, не читая инструкции Зная лишь, для чего она куплена и экспериментируя с различными глаголами в меню Одна из сложнейших задач, стоящих перед архитекторами Это найти соотношение между мощностью функций и простотой использования Нужно ли проектировать программу в расчете на новичка из случайного пользователя Или строить ее с мощными функциями для профессионала Идеальное решение обеспечить и то, и другое концептуально согласованным образом Что достигается с помощью интерфейса WEMP У часто используемых глаголов меню есть клавишные эквиваленты Из одной клавиши плюс командной клавиши, которые обычно легко вести левой рукой одним аккордом Постепенный переход от новичка к опытному пользователю Такая двойная система задания командных глаголов Не только отвечает потребности новичка в легком обучении И потребности опытного пользователя в эффективном использовании Но и позволяет каждому пользователю плавно перейти из одного режима в другой Буквенные обозначения называются клавишами сокращенного набора Показываются в меню рядом с глаголами Поэтому в случае неуверенности пользователь может раскрыть меню Чтобы проверить буквенный эквивалент вместо выбора пункта меню Каждый новичок запоминает сначала сокращенный набор для своих частых операций Он может попробовать любое сокращение, в котором не уверен Поскольку горячая клавиша, к примеру Ctrl-Z, отменяет любое ошибочное одиночное действие С другой стороны, он может справиться в меню относительно допустимых команд Новички очень часто опускают меню Опытные пользователи редко А тем, которые находятся посредине, лишь от случая к случаю понадобится выбирать из меню Поскольку они уже знают клавиши, которые вызывают большинство осуществляемых ими операций Мы, проектировщики программного обеспечения, слишком привыкли к этому интерфейсу Чтобы ценить его элегантность и мощь Успех прямого включения как средство навязывания архитектуры Интерфейс Мака примечателен еще в одном отношении Без всякого принуждения разработчики сделали его стандартным для разных приложений Включая большинство из тех, которые написаны сторонними организациями Поэтому пользователь приобретает концептуальную согласованность на уровне интерфейса Не только для программ, поставляемых вместе с машиной, но и для всех других приложений Этот подвиг создатели Мака осуществили, встроив интерфейс в ПЗУ В результате чего разработчикам проще и быстрее воспользоваться существующим, чем создавать свои E-D-O-Sync Разлические интерфейсы Это единственное стремление к единообразию возобладало настолько широко, что стало стандартом де-факто Естественные стремления были поддержаны полной приверженностью со стороны менеджеров и существенным принуждением со стороны Apple Независимые рецензенты в журналах, поняв огромное значение межпрограммной концептуальной целостности Также подкрепили естественное стремление, безжалостно критикуя продукты, не удовлетворяющие этому интерфейсу Это отличный пример технологии, рекомендованной в главе 6 для достижения единообразия путем поощрения других сторон Непосредственно включать в свои продукты имеющийся код вместо разработки новых программ, согласно имеющимся спецификации Судьба WIMP Устаревание Несмотря на все достоинства, по моему мнению, интерфейс WIMP через поколение станет достоянием истории Указание курсорам останется способом задания существительных при управлении нашими компьютерами Для выражения глаголов станет использоваться речь Такие инструменты, как Voice Navigator для маков и Dragon для PC уже представляют такую возможность В главе 11 Не разрабатывайте программу на выброс Каскадная модель неверна В главе 11 дается радикальный совет Планируйте выбросить первую программу Вам все равно придется это сделать Сейчас я считаю его ошибочным Не в силу чрезмерного радикализма, но в силу чрезмерной упрощенности Самой большой ошибкой этой концепции является косвенное принятие классической последовательности В виде каскада модели создания программы Эта модель происходит от структуры диаграммы Ганта Для поэтапного процесса, которую часто изображают вот на этом рисунке В классической статье 1970 года Винтон Ройс усовершенствовал последовательную модель Модель путем Повлияла каскадная модель Она проходит через всю книгу, начиная с правила планирования в главе 2 Это практическое правило отводит одну треть времени на планирование, одну шестую на написание программ, одну четвертую на тестирование компонентов и одну четвертую на системное тестирование Основное заблуждение каскадной модели состоит в предположениях, что проект проходит через весь процесс один раз Архитектура хороша и проста в использовании Проект осуществления разумен, а ошибки в реализациях устраняются по мере тестирования Иными словами, каскадная модель исходит из того, что все ошибки будут сосредоточены в реализации А потому их устранение происходит равномерно во время тестирования компонентов и систем Планируйте на выброс Действительно резко нападает на это заблуждение Ошибка не в диагнозе, а в лекарстве Сейчас я предложил, что первую систему можно отбросить или перепроектировать не всю целиком, а по частям Хорошо, если это так, но при этом не затрагивается корень проблемы В каскадной модели системное тестирование, а следовательно и тестирование пользователем отодвигается в конец процесса создания программы Поэтому есть шанс обнаружить крайние неудобства для пользователя Или неприемлемые технические характеристики Или опасную уязвимость к ошибкам или злонамеренным действиям пользователя Лишь в самом конце разработки Изучение спецификаций при альфа-тестировании нацелено на ранее обнаружение таких ошибок Но ничто не может заменить непосредственных пользователей Вторым недостатком каскадной модели является предположение, что система строится с родным Вся целиком для тестирования с начала до конца После того, как завершены все проектные разработки Большая часть написания программы и значительная часть тестирования компонентов К несчастью, каскадная модель, это преобладавшая в 1975 году представление о программных проектах Была включена в DOD STD 2167 Спецификацию Министерства обороны для любого военного программного обеспечения По этой причине она просуществовала долгое время после того, как большая часть думающих практиков Осознала ее неадекватность и отказалась от нее К счастью, в Министерстве обороны позднее поняли истину Необходимо двигаться против течения Опыт и идеи из каждой расположены ниже по течению части процесса создания программы Как энергичный лосось Должны прыгать вверх по течению Иногда сразу через несколько этапов И воздействовать на деятельность наверху Проектные разработки покажут, что некоторые предусмотренные архитектурой возможности Ухудшают технические характеристики И потому архитектура должна быть переработана Программирование при реализации выявит, что некоторые функции непомерно увеличивают требования к памяти Поэтому нужно внести изменения в архитектуру и разработку Поэтому вполне может потребоваться осуществить несколько итераций цикла Архитектура-разработка Прежде чем начать какую-либо программную реализацию Модель пошагового создания лучше Последовательное уточнение Построение каркаса с начала до конца Гарлан Миллс, работающий в системе с разделением времени Давно уже рекомендует строить основной цикл опроса системы реального времени С вызовами подпрограмм для всех функций Но пустыми подпрограммами Откомпилируйте его, протестируйте И он будет идти цикл за циклом Буквально ничего не делая Но делая это без ошибок На следующем шаге мы навешиваем модуль ввода Возможно примитивный И модуль вывода Вуаля! Работающая система, делающая нечто, возможно неинтересна Теперь функция за функцией мы строим и добавляем модули На каждом шаге мы имеем работающую систему При достаточном трудолюбии на каждом шаге мы имеем отлаженную протестированную систему После того, как на примитивном уровне каждая функция работает Мы улучшаем или переписываем один модуль за другим Пошагово наращивая систему Иногда для надежности мы переписываем исходный движущий цикл А возможно и его интерфейсы с модулями Поскольку в любой момент у нас есть работающая система То можно очень рано начать тестирование пользователей И можно принять стратегию разработки в соответствии с бюджетом Полностью защищавшую от перерасхода времени или средств В течение 22 лет я преподавал в лаборатории программной инженерии Университета штата Северная Каролина Иногда вместе с Дэвидом Парнесом На этих занятиях бригады, обычно состоявшие из 4 человек В течение одного семестра должны были построить Некоторую реальную прикладную программную систему Примерно посредине этого срока Я стал преподавать инкрементную разработку Я был поражен Какой возбуждающий эффект на моральный дух группы Оказывает первая картинка на экране Первая работающая система Семейство Парнеса Дэвид Парнес был главным властелителем ДУМ Программа техники в течение всего этого 20-летнего периода Всем известна его идея скрытия информации Менее известна очень важная идея Парнеса О проектировании программного продукта Как семейства взаимосвязанных продуктов Он требует, чтобы проектировщик имел в виду Как дальнейшее развитие, так и новые версии продукта Так и новые версии продукта И определял их функциональные и межплатформенные различия Так, чтобы строить дерево родственных продуктов Фокус при проектировании такого дерева состоит в том, чтобы ближе к корню поместить те решения Изменение которых наименее вероятно Такая стратегия проектирования повышает повторную используемость модулей Еще важнее, что ее можно расширить Включая не только поставляемые продукты Но и последовательные промежуточные версии Созданные по стратегии инкрементируемых сборок В этом случае продукт развивается через промежуточные стадии С минимумом возврата назад Подход Microsoft Ежевечерняя сборка Джеймс Маккартни Описал мне процесс, использовавшийся им и другими в Microsoft Это пошаговое наращивание, доведенное до логического конца Он пишет Сделав первую поставку Новые версии мы поставляем с дополнительными функциями По сравнению с существующим работающим продуктом Почему должен быть иным процесс первоначальной сборки? С момента достижения нами первой вехи Мы каждый вечер заново собираем разрабатываемую систему И прогоняем контрольные примеры Цикл сборки становится ритмом жизни проекта Каждый вечер одна или более бригад программистов Проводящих тестирование Регистрируют модули с новыми функциями После каждой сборки у нас есть работающая система Если сборка оказывается неудачной Мы останавливаем весь процесс Пока ошибка не будет найдена и исправлена В любой момент все в группе знают положение дел Это действительно тяжело Требуется выделение больших ресурсов Но это управляемый процесс Прослеживаемый и понятный Он вызывает у команды доверие к себе А доверие определяет мораль Эмоциональное состояние Такой процесс удивляет И даже шокирует разработчиков в других организациях Один из них говорит Я взял себе за правило делать сборку каждую неделю Но ежедневная сборка, я думаю, потребует слишком многого труда И это возможно верно Например, в Bell Norton Research Собирают систему, состоящую из 12 миллионов строк раз в неделю Инкрементная сборка и быстрое макетирование Поскольку инкрементная разработка позволяет рано начать тестирование реальными пользователями В чем ее отличие от быстрого макетирования? Мне кажется, они связаны, но различаются Одним можно пользоваться без другого Harrell дает полезное определение макета Версия программы, которая отражает только проектные решения Принятые в процессе подготовки концептуальной модели А не решения, вызванные соображениями реализации Можно построить макет, который вовсе не является частью продукта Развивающегося в направлении поставки Например, можно создать макет интерфейса За которым стоит не реально работающая программа А лишь конечный автомат Заставляющий его имитировать прохождение состояния Можно даже макетировать и тестировать интерфейсы Методом волшебника из урудного города Когда спрятанный человек имитирует отклик системы Такое макетирование может быть весьма полезным Для быстрого получения обратной связи с пользователя Но оно находится совершенно в стороне От тестирования продукта, который готовится к поставке Аналогично разработчики могут попробовать построить Вертикальный срез продукта В котором полностью реализован весьма ограниченный набор функций Чтобы заранее пролить свет на те места Где могут таиться опасности для производительности продукта В чем состоит различие между сборкой на первой вехе В процедуре Microsoft и быстрым макетом В функциях Продукт с первой вехи может иметь такую ограниченную функциональность Что ни для кого не будет представлять интереса Готовность продукта к поставке определяется завершенностью В представлении полезного набора функций И своим качеством Уверенностью в надежной работе Парнас был прав, а я нет В отношении сокрытия информации В главе 7 я противопоставляю две точки зрения на то В какой мере каждый участник команды Может иметь право или поощряться К знанию проектов и текстов программ Созданных коллегами Во время проекта Operation System 360 Мы решили, что все программисты должны видеть весь материал То есть у каждого программиста должна быть рабочая тетрадь проекта Которая к концу насчитывала свыше 10 тысяч страниц Харланд Миллс убедительно доказывал Что программирование должно быть открытым процессом Что представление всей работы Предоставление всей работы на общее обозрение Способствует контролю качества Как благодаря давлению со стороны коллег Заставляющему работать хорошо Так и благодаря тому Что коллеги действительно находят промахи и ошибки Этот взгляд резко противоречит мнению Дэвида Парнаса О том, что программные модули должны быть инкапсулированы С хорошо определенными интерфейсами А внутренность таких модулей должна быть Частной собственностью программиста Невидимой снаружи Программисты эффективнее всего работают Будучи ограждены от внутренностей чужих модулей В главе 7 я заклеймил идею Парнаса Как рецепт катастрофы Парнас был прав, а я ошибался Сегодня я убежден, что ограничение информации Часто осуществляемое теперь методами Объектно ориентированного программирования Является единственным способом поднять уровень Программных разработок Используя другие методы Можно действительно попасть в беду Согласно методике Милза Программисты могут получить подробности Семантики интерфейсов С которыми они работают Узнав, что находится по ту сторону Укрывание этой семантики Может стать причиной системных ошибок С другой стороны Методика Парнаса способствует устойчивости При внесении изменений И больше подходит к стратегии проектирования Предлагающей изменения в будущем В главе 16 утверждается следующее 1. Большая часть роста производительности Разработки программного обеспечения Обеспечена устранением второстепенных трудностей Таких как неудобные языки программирования И медленная оборачиваемость пакетной обработки 2. Легких решений в этом направлении практически не осталось 3. Радикального процесса можно добиться Разрешив существенные сложности моделирования Сложных концептуальных конструкций Самое очевидное на этом пути Признать, что программы составляются Из концептуальных блоков Значительно более крупных Чем отдельные операторы языков Высокого уровня Подк программ или модулей или классов Если мы сумеем ограничить проектирование И построение программ задачей соединения Вместе и параметризации таких блоков Из заранее созданных наборов То радикально повысим концептуальный уровень И избавимся от огромного объема работ И широких возможностей для ошибок Существующих на уровне отдельных операторов Данное парносом определение модулей С сокрытием информации Было первым открытым шагом В этой критически важной программе Исследований И идейным провозвестником Объектно-ориентированного программирования Он определил модуль Как программный объект С собственной моделью данных И собственным набором операций Доступ к его данным Может быть осуществлен Только через имеющиеся в нем операции Следующий шаг Явился вкладом нескольких исследователей Развитие модулей парноса В абстрактный тип данных Из которого можно производить много объектов Абстрактный тип данных Обеспечивает единообразный способ Представления и задания интерфейса в модуле А также дисциплину доступа Которую легко осуществлять Третий шаг Объектно-ориентированное программирование Вводит важное понятие наследования При котором классы По умолчанию имеют атрибуты своих предков В иерархии классов То, что мы рассчитываем получить От объектно-ориентированного программирования Происходит в сущности От первого шага Инкапсуляции модулей Плюс идея заранее подготовленных Библиотек модулей или классов Спроектированных и протестированных Целью повторного использования Многие предпочли проигнорировать тот факт Что такие модули не просто программы А программные продукты В том смысле Который разъяснен в главе первой Напрасно рассчитывать на успешное Повторное использование модулей Не оплачивая начальные издержки На разработку качественных программных модулей Обобщенных, надежных, протестированных И документированных Объектно-ориентированное программирование И повторное использование обсуждались В главах 16 и 17 Насколько мифичен Человекомесяц? Модель и данные Бема В течение ряда лет были выполнены Многочисленные количественные исследования Производительности труда программистов И влияющих на нее факторов Особенно соотношением между Обеспеченностью, персоналом и графиком работ Наиболее обстоятельное исследование Сделано Барри Бемом На основании примерно 63 проектов В основном в аэрокосмической области Из них около 25 в ТРВ Его работа Экономика разработки программного обеспечения Содержит не только результаты Но и ряд полезных моделей затрат С нарастающей сложностью Хотя несомненно Что применяемые в моделях коэффициенты Различны для обычных коммерческих программ И для программ Создаваемых в аэрокосмической области По правительственным стандартам Все же его модели Подкрепляются огромным количеством данных Я думаю, что книга будет полезным Классическим трудом И через поколения Полученные им результаты Уверенно подкрепляют Содержащиеся в мифический человекомесяц Утверждений о том Что соотношение между численностью занятых И временем выполнения проекта Далеко не линейны Что человекомесяц действительно является Мифической мерой производительности В частности, он считает Первое Существует оптимальное с точки зрения затрат Время выполнения график Для первой поставки t равно 2,5 человека месяца В 1,3 степени То есть оптимальное время в месяцах Измеряется как кубический корень Предполагаемого объема работ В человека месяцах Формула получена из оценки Размера и других факторов В его модели Следствием является кривая Дающая оптимальную численность занятости Второе Кривая стоимости Медленно растет Если запланированный график Длиннее оптимального Работа занимает все отведенное для нее время Третье Кривая стоимости резко растет Если запланированный график Короче оптимального И четвертое Практически ни один проект Невозможно завершить быстрее Чем за три четвертых Расчетного оптимального графика Вне зависимости от количества Занятых в нем Это примечательный результат Дает менеджеру программного проекта Столидное подкрепление Когда высшее руководство Требует принятия Невозможного графика Насколько верен закон Брукса Были даже проведены Тщательные исследования Верности Брукса Согласно которому Выделение дополнительных людей Для отстающего от графика проекта Лишь задерживают его выполнение Лучше всего это сделано Абдель Хамидом И Мадником В честолюбивой и ценной книге Динамика программного проекта Интегрированный подход В книге разработана Количественная модель Динамики проекта Глава о законе Брукса Более подробно вникает в то Что происходит при различных допущениях Относительно того Кого добавляют и когда Чтобы исследовать это Авторы развивают собственную тщательную модель Программного проекта среднего размера Предполагая Что у вновь добавляемых людей Есть кривая обучения И учитывая дополнительные издержки На общение и обучение Они приводят к выводу Что добавление новых людей К запаздывающему проекту Всегда приводит к его удорожанию Но не всегда К более поздному завершению В частности Увеличение численности работников В начале проекта Гораздо безопаснее Чем в конце Поскольку добавление новых людей Всегда вызывает отрицательный эффект Для компенсации которого Требуются недели Штуцке Предлагает Более простую модель Для проведения аналогичных исследований И с тем же результатом Он проводит подробный анализ Процесса и издержек Связанных с привлечением новых работников Явным образом Учитывая отвлечение наставников От непосредственной работы над проектом Он проверял свою модель На реальном проекте В котором численность работников Была удвоена Благодаря чему Удалось уложиться в первоначальный график Несмотря на отставание в середине Он рассматривает альтернативы Добавлению новых работников Особенно сверхурочную работу Наибольшую ценность представляют его многочисленные Практические советы о том Как привлекать новых работников Обучать их Обеспечивать инструментарием И так далее И тому подобное Чтобы минимизировать Отрицательный эффект Увеличения персонала Особенно достойно внимания Его замечание Что дополнительно привлекаемые На поздних стадиях Проекта работники Должны быть игроками команды Стремящимися войти в игру И вписаться в процесс А не пытаться изменить Или усовершенствовать сам процесс Штуцкий считает Что дополнительная тяжесть Обмена информации В крупном проекте Имеет второй порядок малости И не включает ее в свою модель Не вполне ясно Учитывают ли ее Абдель Хамал и Матник И если да, то как Ни в одной из моделей Не учитывается то обстоятельство Что работа должна быть перераспределена Процесс который для меня Часто оказывался нетривиальным Крайне упрощенная формулировка Закона Брукса Становится более поздней Будучи дополнена Этими тщательно сделанными Надлежащими оговорками Подытоживая Я продолжаю Придерживаться Исходного утверждения Как приближения К истине нулевого порядка Практического правила Предупреждающего менеджеров О неразумности Инстинктивной попытки Вытянуть запаздывающий проект Кадры решают все Или почти все Некоторые читатели удивляются Что большая часть рассуждений Мифический человекомесяц Посвящена административным сторонам Программной инженерии А не многочисленным техническим проблемам Такой перекос Частично вызван той ролью Которую я играл в IBM Operation System 360 Если смотреть глубже Это происходит от убеждения Что качество людей Занятых в проекте Их организация И администрирование Имеют гораздо большее значение Для успеха Чем инструменты Которыми они пользуются Или применяемые ими Технические решения Последующие исследования Подкрепили мою уверенность Модель Ко Кому Бемо Признает Что качество команды Является важнейшим фактором Ее успеха Практически в четверо Более важным Чем следующий за ним По значимости Большинство научных исследований По программной инженерии Сосредоточилось на инструментах Я люблю хороший инструмент И жажду его Тем не менее Отрадно видеть Продолжение исследовательских программ В отношении заботы о людях Их роста и поддержки А также развития управления Разработкой программного обеспечения Человеческий фактор Крупным достижением Последних лет Стала книга Демарко Иль Листера Человеческий фактор Продуктивные проекты И программы Изданная в 1987 году В ее основе Лежит положение о том Что главные проблемы В нашей работе По природе своей Не столько технологические Сколько социологические Она изобилует Такими же мчужинами Как задача менеджера Не заставить людей работать А сделать так Чтобы они могли работать В ней говорится О таких прозаических вещах Как помещение Мебель Совместное питание команды Демарко и Листер Приводят реальные данные Из своего Программирования военных игр Которые показывают Поразительную корреляцию Между производительностью Программистов Из одной и той же организации А также Между характеристиками Рабочих мест И уровнем продуктивности И наличия ошибок В помещении Ну я так понимаю Это вырезка из книги В помещениях Наиболее продуктивных Программистов Тише Они более личные Лучше защищены Против непрошенного Вторжения И они просто больше Понимаете ли вы Что покой Пространство И уединенность Способствует лучшей работе Ваших теперешних работников Или способствует Привлечению И сохранению Лучших работников Конец вырезки Я искренне Рекомендую эту книгу Всем моим читателям Передача проектов Демарко и Листер Уделяют большое внимание Спаянности команды Неуловимому Но важному качеству Я думаю Что непонимание Администрации Спаянности Служит причиной Той готовности С которой Как я наблюдал В компаниях Расположенных На нескольких площадках Проекты передаются Из одной лаборатории В другую В своей практике Я наблюдал Возможно С полдюжины Передач проекта И ни одна из них Не была успешной Можно с успехом Передавать задания Но во всех случаях Попытки передать проект Новая команда Фактически начинала Сначала Несмотря на наличие Хорошей документации Некоторого Продвижения В проекте И некоторых людей Из передающей команды Я думаю Что разрушение Спаянности Прежней команды Приводит к Выкидышу проекта Находящегося В эмбриональном состоянии И осуществлению Его С начальной точки Сила Отказаться от власти Если согласиться Что как Я неоднократно Доказывал На протяжении Этой книги Творчество Исходит от личности А не от Организационных Структур И процессов Тогда главная Задача Менеджера Программного проекта Создать Организационную Структуру И рабочий Процесс Способствующие Творчеству И инициативе А не Подавляющие Их К счастью Эта проблема Присуща Не только Программным Организациям И над ней работали Многие большие умы Е.ф.шумахер Классическая работа Малая прекрасная Экономика ради людей Предлагая Теорию Организации Предприятий Максимизирующей Творческую Активность И радость Работников В качестве Первого принципа Он выдвигает Принцип Вспомогательные функции Из энциклики Куар 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 Передача Большему И Высще Стоящему Сообществу Того Что Могут Делать Меньшие И Нише Стоящие Организации Является Несправедливостью И в то же Время Серьезным Злом И нарушением По сути своей Должна Предоставлять Помощь Членам Социальной Группы А не Разрушать И поглощать Их Тем Кто Управляет Следует Быть Уверенными Что Чем Лучше Среди Различных Сообществ Сохраняется Дифференцированный Порядок В соблюдении Принципа Второстепенной Функции Тем Крепче Будет Власть И эффективность В обществе Тем Более Счастливым И Процветающим Государством И Приводит Разъяснение Принцип Второстепенной Функции Учит нас Что Власть И Эффективность Центра Увеличатся Если Будут Тщательно Охраняться Свобода И Ответственность Более Низких Формирований А в итоге Организация В целом Будет Более Счастливой И Процветающей Как Можно Добиться Такой Организации Большая Организация Должна Состоять Из Множества Полуавтономных Единиц Которые Можно Назвать Квази Фирмами Каждая Из них Должна Обладать Значительной Свободой Чтобы Представить Наилучшие Возможности Для Творчества И Предприимчивости Каждая Из Квази Фирм Должна Иметь Свой Учет Прибыли И Потерь А Также Балансовый Отчет Число Наиболее Замечательных Достижений Программной Инженерии Принадлежат Первые Этапы Практического Осуществления Организационных Идей Прежде всего Микрокомпьютерная Революция Создала Новую Программную Индустрию С сотнями Вновь Возникших Фирм Которые Изначально Малы И отмечены Энтузиазмом Свободой И творчеством Сейчас Индустрия Меняется По мере Поглощения Мелких Фирм Крупными Посмотрим Поймут ли Крупные Фирмы Важность Сохранения Творческой Активности Еще более Примечательно Что высшее Руководство Ряда Крупных Фирм Предприняло Меры По передаче Власти Вниз Отдельным Командам Работающим Над программными Проектами Что сближает Их с квази Фирмами Шумахера По структуре И ответственности Результаты Вызвали Удивление И удовлетворение Джим Маккартни Из Майкрософт Описывал Мне свой опыт Эммансипации Команд У каждой Бригады 30-40 Человек Есть свой Набор Разрабатываемых Объектов Свой график И даже Свои правила Разработки Реализации И поставки В бригаде Есть специалисты В 4 или 5 областях В том числе Сериализации Тестирования И документирования Бригада Сама Улаживает Разногласия По пустякам Начальник Не вмешивается Не боюсь Переоценить Важность Перемещения Власти Когда бригада Самостоятельно Несет ответственность За свои достижения Эрл Уиллер Бывший руководитель Программных Разработок IBM Поделился Со мной Своим Опытом Делегирования Вниз Полномочий Бывших В течении Долгого Времени Сосредоточенными У Администрации Управления IBM Ключевым Прорывом Последних Лет Стало Делегирование Полномочий Вниз Это было Чудом Улучшились Качество Продуктивность Моральный Дух У нас Небольшие Бригады Без Централизованного Управления Бригады Сами Определяют Правила Производственного Процесса Но они Должны иметь Их Бригады Сами Определяют График Но они Испытывают Давление Со стороны Рынка И это Давление Заставляет Их Самих Искать Способы Решения Проблем Общение С отдельными Членами Бригад Показывает Конечное И удовлетворение От передачи Полномочий И свободы А также Более Сдержанную Оценку Того В какой Мере Контроль Действительно Ослаблен Тем не менее Достигнутая Степень Передачи Полномочий Является Шаг В правильном Направлении Получаемые Выгоды Те Которые Предсказывались Пием Одиннадцатым В результате Делегирования Полномочий Центр Усиливает Свою Реальную Власть А организация В целом Становится Более Счастливой И Процветающей Какой Самый Большой Сюрприз Миллионы Компьютеров Все Компьютерные Гуру С которыми Я разговаривал Признают Что для них Были Неожиданностью Микрокомпьютерная Революция И Ее Порождение Производство Коробочных Программных Продуктов Все Сомнения Это Самое Значительное Событие За два Десятилетия После выхода Мифический Человек Месяц Оно Что мы Действительно Хотим От Ученых И Технологов Я Отвечу Так Нам Нужны Методы И Оборудование Которые Первое Достаточно Дешевые Чтобы быть Доступными Практически Каждому Второе Пригодные Для Небольших Приложений Третье Соответствуют Потребности Человека В творческой Деятельности Это Как раз Те Замечательные Свойства Которые Микрокомпьютерная Революция Дала Компьютерной Средний Американец Может Сегодня Позволить Себе Не только Собственный Компьютер Но и Набор Программных Средств Для покупки Которого 20 лет Назад Потребовалось Бы Королевское Жалование Каждую Из целей Поставленных Шумахером Стоит Рассмотреть Отдельно Представляет Также Интерес В какой Мере Они Достигнуты Особенно Последние В одной Области За другой Обычным Людям И Профессионалам Становятся Доступны Все Новые Средства Самовыражения Отчасти Развитие В других Областях Происходит Так же Как В создании Программ Благодаря Устранению Побочных Трудностей Побочные Ограничения На рукописи Накладывались Длительностью И стоимостью Перепечатывания Для внесения Исправлений Работу Объемом В 300 Страниц Иногда Приходилось Перепечатывать Каждые 3 или 6 Месяцев А в перерыве Черкать В рукописи Трудно Было Оценить Влияние Внесенных Изменений На общий Ход Мысли И ритм Слов Сейчас Чудесным Образом Рукописи Стали Постоянно Меняющимися Аналогичную Изменчивость Компьютер Придал Многим Другим Материалам Картиным Художником Планам Построек Чертежам Механизмов Музыкальным Сочинениям Фотографиям Кинофильмам И так далее И тому подобное В каждом Случай При ручном Способе Изготовления Для того Чтобы увидеть Изменения В контексте Требовалось Копирование Больших Неизменных Частей Теперь Независимо От материала Мы можем Пользоваться Такими же Выгодами Какие Работа В режиме Разделения Времени Принесла Программирование Возможность Редактирования И мгновенной Оценки Результата Без Потери Хода Мысли Творческие Возможности Усилились Также Благодаря Новым Гибким Сполагательным Инструментом Один Пример Сочинение Прозы При котором Мы Используемся Проверкой Орфографии Грамматики Стилистическими Подсказками Системами Библиографии И замечательной Возможностью Одновременно Введить Страницы В окончательном Отформатированном Виде Мы еще Не оценили Значение Мгновенного Доступа К энциклопедиям И безграничным Ресурсам Всемирной Паутины Для Использования Писателем Импровизированного Поиска Самое Главное Обретенная Изменчивость Материала Упрощает Изучение Многих В корне Различных Возможностей Когда Творческая Работа Только Обретает Форму Вот Другой Пример Когда Порядок Величины В количественном Параметре В данном Случай Времени Необходимом Для внесения Изменений Производит Качественный Скачок В подходе К задаче Инструменты Для черчения Позволяют Проектировщикам Зданий За час Творческой Работы Исследовать Гораздо Больше Вариантов Подключение Компьютеров К синтезаторам И программы Позволяющие Автоматически Записывать Или проигрывать Ноты Значительно Облегчают Фиксацию Вбранчание По клавишам Цифровая Обработка Фотографий Как Adobe Photoshop Позволяет В течение Считанных Минут Провести Эксперименты Для которых Потребовались Быть часы Работы В фотолаборатории Электронные Таблицы Позволяют Легко Исследовать Десятки Альтернативных Сценариев Типа Что Если Наконец Благодаря Вездесущности Персональных Компьютеров Создается Совершенно Новый Материал Гипертексты Предложенные Ванны Неваром Бушем В 1945 Году Осуществимы Только с помощью Компьютеров Мультимедийные Презентации И опыты Были сложными Задачами Слишком Много Хлопот До того Как стало Возможным Проводить Их С помощью Компьютеров И соответствующего Богатого Программного Обеспечения Системы Виртуальной Реальности Пока еще Дорогие И не Широко Распространены В будущем Станут Такими И создадут Новый Материал Для творчества Микрокомпьютерная Революция Изменила Характер Разработки Программного Обеспечения Технологии Разработки Программного Обеспечения 1970-х годов Сами Изменились В результате Микрокомпьютерной Революции И вызвавших Ее Технических Достижений Устранена Значительная Часть Второстепенных Сложностей Технологий Разработки Программного Обеспечения Быстрые Персональные Компьютеры Стали Обычным Инструментом Разработчика И время Оборачиваемости Стало Почти Устаревшим Понятием Сегодняшний Персональный Компьютер Быстрее Не только Суперкомпьютера 60-го Года Но и Юникс Станции 1985-го Это значит Что компиляция Быстро Осуществляется Даже на Скромных По мощности Машинах А благодаря Большому Объему Памяти Отпали Задержки При компоновке С использованием Дисков Большая Память Позволяет Также Хранить В памяти Таблицы Символических Имен Вместе С объектным Кодом В результате Чего Становится Обычной Высокоуровневая Отладка Без Перекомпиляции За последние 20 лет Мы почти Покончили С использованием Разделения Времени Как методология Разработки Программного Обеспечения В 1975 Разделение Времени Только Вытеснило Пакетную Обработку В качестве Наиболее Распространенной Технологии Сеть Использовалась Для того Чтобы дать Разработчику Программного Обеспечения Доступ Как Общим Файлам Так И к Большим Большим Вычислительным Мощностям Для Компиляции Компоновки И тестирования Сегодня Вычислительную Мощность Обеспечивает Персональная Рабочая Станция А сеть Используется В основном Для обеспечения Совместного Доступа К файлам Бригады Разрабатывающей Продукт Клиент Серверной Системы Меняют И упрощают Технологию Общего Доступа Для Загрузки Сборки И выполнения Контрольных Примеров Сходный Прогресс Произошел С пользовательскими Интерфейсами Интерфейс WIMP Обеспечивает Гораздо Больше Удобства При редактировании Текстов Программ И текстов На естественном Языке Экран Размером 24 строки На 72 Колонки Сменился По полностраничным Или даже Двухстраничным Экранам Поэтому Программисты Могут видеть Изменения Которые Они делают В значительно Более Широком Контексте Целая Новая Программная Отрасль Это Коробочные Пакеты Рядом С классической Индустрией Программных Продуктов Широко Развелась Еще Одна Продажи Программных Продуктов Числятся С сотнями Тысяч И даже Миллионами Целые Мощные Пакеты Можно Приобрести По цене Меньше Чем стоимость Оплаты Одного Рабочего Дня Программиста Эти две Отрасли Существуют Параллельно Классическая Программная Индустрия В 1975 Году Программная Индустрия Имела Несколько Отдельных И до некоторой Степени Различных Составных Частей Существующих По сей день Первое Производители Компьютеров Представляющие Такие Операционные Системы Компиляторы И утилиты Для своих Продуктов Второе Пользователи Приложений Например В информационно Управляющих Системах Банках Страховых Компаниях Правительственных Учреждениях Создающие Пакеты Программ Для собственного Употребления Третье Разработчики Заказных Программ Работающие По контракту С пользователем Многие Из этих Подрядчиков Специализируются На приложении Для военной Сферы Где требования Стандарты И Маркетинговые Процедуры Носят Специфический Характер Четвертое Разработчики Коммерческих Пакетов В то время Разрабатывавшиеся Разрабатывавшие В основном Большие приложения Для специфических Рынков Такие Как Пакеты Статического Анализа И автоматического Проектирования Том Демарко Отмечает Фрагментацию Классической Индустрии Разработки Программного Обеспечения Особенно В части Пользователей Приложения Я не ожидал Что эта область Распадется На отдельные Ниши Приемы Работы В большей Степени Определяются Низшей Нишей Чем Использованием Общих Методов Анализа Систем Языкового Программирования И технологий Тестирования Ada Был последним Из языков Общего Назначения И он Стал Языком Ниши В нише Обычных Коммерческих Приложений Значительный Вклад Сделан Языками Четвертого Поколения Беон пишет Что наиболее Удачные Из языков Четвертого Поколения Явились Результатом Написания Какой-либо Части Области Приложений На языке Опций И параметров Наиболее Широко Распространяемые Из этих Языков Являются Генераторы Приложений И комбинированные Пакеты Баз данных И связи С языками Запросов Миры Операционных Систем Объединились В 1975 Году Было Изобилие Операционных Систем У каждого Производителя Компьютера Была По крайней мере Одна Патентованная Операционная Система Для каждой Производственной Серии А часто И две Насколько Изменилось Положение Сегодня Лозунгом стали Открытые Системы И осталось Лишь 5 Главных Операционных Сред Для которых Создаются Пакеты Приложений В хронологическом Порядке Первое IBM MVC Или VM Второе DEC VMC Третье Unix В том Или ином Варианте Четвертое IBM PC Будь то DOS OS На 2 Или Windows И пятое Apple Macintosh Индустрия Коробочных Продуктов Экономические Законы Для разработчиков В этой Отрасли Совершенно Отличны От тех Которые Действуют В классической Индустрии Стоимость Разработки Нужно Делить На большое Количество Экземпляров Расходы На упаковку И маркетинг Высоки В классической Индустрии При Внутри Фирменной Разработке График Работ И набор Функций Могли быть Изменены В отличии От стоимости Разработки На открытом Рынке Жесткой Конкуренции Сроки И функциональность Полностью Доминируют Над затратами И Над затратами На разработку Как и следовало Ожидать Столь Различные Экономические Требования Породили Весьма Различающиеся Культурные Культуры Программирования В классической Индустрии Лидирующее Положение Зналили Крупные Фирмы С Установившимися Стилями Управления И культурой Работы В коробочной Индустрии Напротив Возникли Сотни Начинающих Фирм Ничем Не связанных И сосредоточенных На конечной Цели А не на Процессе В такой Атмосфере Талант Отдельного Программиста Всегда ценится Значительно Выше И существует Подспудное Ощущение Что выдающиеся Проекты Создаются Выдающимися Архитекторами Во вновь Возникшей Культуре Есть возможность Вознаграждать Звезд Соответственно В классической Индустрии Социальная Политика Фирм И их Принципы Оплаты Труда Всегда Это Затрудняли Неудивительно Поэтому Что многие Звезды Нового Поколения Были Втянуты Втянуты В орбиту Пакетной Индустрии Покупай И создавай Коробочные Продукты В качестве Компонентов Радикально Улучшить Устойчивость Программных Продуктов И производительность Труда При их Создании Можно Лишь Поднявшись На один Уровень И изготавливая Программы Из модулей Или объектов Особенно Многообещающей Тенденцией Становится Использование Рыночных Пакетов В качестве Платформ Система Управления Движением Грузовиков Создается С помощью Коробочной Базы Данных И коммуникационного Пакета Так же Как информационная Система Для студентов Объявления В журналах Предлагают Сотни Стэков Для HyperCard Стабилизированных Шаблонов Для Excel Десятки Специализированных Функций На Pascal И Minicad Или Функций На AutoList Или AutoCAD Метапрограммирование Стэки Для HyperCard Специализированные Шаблоны Для Excel Функции Для Minicad Часто Называют Метапрограммирование Создание Нового Слоя Приспосабливающего Функции К нуждам Определенной Группы Пользователей Пакет Идея Метапрограммирования Не нова Она вернулась И получила Новое название В начале 60-х Многие Производители Компьютеров И вычислительные Центры Больших Информационно-управляющих Систем Образовывали Небольшие Группы Специалистов Создавшие Целые Языки Прикладного Программирования С помощью Макросов Написанных На Ассемблере В вычислительном Центре Истмен Кодек Был Создан Язык Прикладного Программирования На базе Макро Ассемблера Для IBM 7080 Аналогично Телекоммуникационной Программе QED Telecommunication Access Method Для IBM OS 360 Можно было На многих Страницах Кода Написанного Предположительно На языке Ассемблера Не найти Ни одной Команды Машинного Уровня Сейчас Блоки Создаваемые Мета Программистом Значительно Больше Чем Тогдашнее Макро Определение Такое Развитие Вторичного Рынка Очень Обнадеживает Пока мы ждали Возникновения Активного Рынка Классов C++ Незаметно Возник Рынок Метапрограмм Многократного Использования Это Действительно Наступление На сущность Поскольку На среднего Программиста Информационно Управляющих Систем Феномен Разработки На основе Пакетов Еще Не оказал Воздействия Он Пока Не очень Замечаем Программной Инженерии Тем не менее Это направление Будет быстро Развиваться Поскольку Затрагивает Сущность Моделирования Концептуальных Конструкций Коробочный Пакет Предоставляет Большой Функциональный Модуль Со сложным Но точным Интерфейсом А его Внутреннюю Концептуальную Структуру Вовсе Не требуется Проектировать Программные Продукты С функциями Высокого Уровня Такие Как Excel Или Dimension Действительно Являются Большими Модулями Но служат Понятными Документированными Отлаженными Модулями С помощью Которых Можно Создавать Заказные Системы Разработчики Приложений Следующего Уровня Получают Богатство Функций Сокращение Времени Разработки Отлаженные Компоненты Улучшенную Документацию И резко Сниженную Цену Сложность Конечно В том Что Коробочные Пакеты Разработаны Как Самостоятельные Объекты Функции И интерфейсы Которых Метапрограммисты Не могут Изменить Кроме Того Более Существенно То Что Разработчики Коробочных Пакетов Кажется Не слишком Стремятся Сделать Свои Продукты Пригодными В качестве Модулей Более Крупных Систем Думаю Что Такое Понимание Неверно И Существует Неудовлетворенный Рынок Для Пакетов Способствующих Использованию Метапрограммирования Так Что Требуется Можно Выделить Четыре Уровня Пользователей Коробочных Продуктов Первое Пользователь Как таковой Просто Использующий Приложение И удовлетворенный Функциями И интерфейсом Предоставленными Разработчиками Второе Метапрограммист Строящий Шаблоны И функции Поверх Отдельного Приложения С Использованием Имеющихся Интерфейсов Главным Образом Для облегчения Труда Конечного Пользователя Четвертый Разработчик Внешних Функций Вводящий В приложение Дополнительные Функции Это По сути Новые Примитивы Языка Прикладного Программирования Обращающиеся К отдельным Модулям Написанным На языке Общего Назначения Необходима Возможность Интерфейса Этих Новых Функций С Приложением Через Перехватываемые Команды Обратные Вызовы Или Перегружаемые Функции И четвертое Метапрограммист Использующий Одно И в особенности Несколько Приложений В качестве Компонентов Более крупной Системы Это Пользователи Чьи нужды Сегодня Слабо Удовлетворяются Это тот Вид Использования Который Обещает Наибольший Рост Производительности При создании Новых Приложений Для этого Последнего Типа Пользователей Коробочный Продукт Должен иметь Дополнительный Документированный Интерфейс Интерфейс Метапрограммирования Он должен Предоставлять Несколько Возможностей Прежде всего Метапрограмма Должна Управлять Ансамблем Ансамблем Приложений Несмотря на то Что каждое Приложение Как правило Считает Что управляет Самим собой Этот ансамбль Должен управлять Интерфейсом Пользователя Хотя обычно Само приложение Считает Что делает это Ансамбль Должен быть В состоянии Вызвать Любую функцию Приложения Как если бы Его командная Строка Исходила От пользователя Выходные данные Приложения Должны передаваться Ему А не на экран Причем В виде логических Блоков Подходящих Типов данных А не текстовой Строки Которую нужно Отобразить В некоторых Приложениях Например Fox Pro Есть дырочки Позволяющие Передать командную Строку Но возвращающие Скудные И неразборчивые Данные Такая дырочка Это заплатка На скорую руку В то время Как требуется Общее Проработанное Решение Большие возможности Дало бы наличие Языка Сценария Для управления Взаимодействием Приложений Входящим В ансамбль Такого рода Функции Впервые Представила Unix С помощью Каналов И стандартов Файлов В формате ASCII Строк Сегодня Неплохим Решением Является AppleScript Состояние И будущее Программной Инженерии Однажды Я попросил Джима Феррелла Председателя Химико-технологического Факультета Университета Штата Северная Каролина Поведать О развитии Химической технологии Химических технологий Вне связи С химией На что он Экспромтом Выдал Мне замечательный Рассказ Продолжившийся Час Начиная С существования С античных Времен Различных Производственных Процессов Для многих Продуктов От стали До хлеба И парфюмерных Изделий Он рассказал Как профессор Артур Д. Литл В 1918 Году Основал МТИ Факультет Прикладной химии Для исследования Разработки И получения Общим Фундаментальным Технологиям Всех Процессов Сначала Были Практические Правила Затем Эмпирические Номограммы Затем Рецепты Проектирования Отдельных Компонентов Затем Математические Модели Распространение Тепла Масс Количество Движения И отдельных Ёмкостях По ходу Рассказа Феррелла Я поразился Обилию параллелей Между разработкой Химических Технологий И развитием Программных Технологий Происходившим Почти Полвека Спустя Парнос Осуждает То Что я Вообще Пишу О программной Инженерии Он Противоставляет Программа Технику Как науку Электротехники И считает Что называть Наше занятие Инженерией Самонадеянно Возможно Он прав В том Что эта область Никогда не станет Инженерной Дисциплиной С такой точной И всеохватывающей Основой Какая есть У электротехники В конце концов Программная Инженерия Подобной Химической Технологии Занята Нелинейными Задачами Увеличением Масштабов До промышленных Процессов И Подобно Организации Промышленного Производства Постоянно Ставится в тупик Сложностями Человеческого Поведения Тем не менее Характер И временные Рамки Развития Химической Технологии Приводят Меня к мысли Что программная Инженерия В возрасте 27 лет Не столь Безнадежна Сколько Является Незрелой Какой Химическая Технология Была В 1945 Году Лишь После Второй Мировой Войны Химики Технологи Реально Обратились К взаимосвязанным Поточным Системам С Замкнутым Циклом Сегодня Характерные Задачи Программной Инженерии Звучат Так же Как они Изложены В главе 1 Первое Как проектировать И строить Программы Образующую Систему Второе Как проектировать И строить Программы И системы Являющиеся Надежным Отлаженным Документированным И сопровождаемым Продуктом Третье Как осуществлять Интеллектуальный Контроль В условиях Большой Сложности В Смоляной Яме Программной Инженерии Еще долго Придется Вязной Можно ожидать Что человечество Продолжит Опыты Системами Как внутри Так и За пределами Наших Возможностей Программной Системы Являются Возможной Наиболее Запутанными Человеческими Творениями Это сложное Ремесло Требует Непрерывно Развивать Эту дисциплину Учиться Создавать Из более Крупных Блоков Наилучшим Образом Использовать Новые Инструменты Старательно Осваивать Опробованные Методы Управление Инженерией Щедро Использовать Здравый Смысл И смиренно Сознавать Сознавать Свою Подверженность Ошибкам И ограниченность Наших Возможностей Фух Ну на сегодня Все Как бы книгу Закончили Еле Дочитал Поэтому Всем спасибо За внимание Подписываемся Делимся Комментируем Ставим лайки Всем Пока